приветствую всех кто смотрит мое видео приветствую всех моих дорогих подписчиков приветствую всех кто случайно попал на мой канал вот это видео из серии так сказать гастрономических видео первом видео я вам показал редкое молоко которое идет на экспорт в китае производится у нас на леперсдорфе фирмой мюллер миль а сейчас вам хочу показать вот такой вот продукт русиш брод мид карамель русиш брод написано вот на таком вот пакетики русиш брод русиш брод я давно как бы наблюдал за этим русиш бродом раньше были немножко не такие пакеты они были как бы поблекли и не были так красочные сейчас вот совсем другое дело но все равно понимаете любой человек который даже не очень разбирается в немецком может сказать что русиш брод это русский хлеб я всегда думал смотрел на прилавок стоит такой вот пакетик написано русиш брод я всегда думал наверное там какой-нибудь небольшая такая буханочка какой-нибудь бородинского хлеба но от бородинский хлеб лично у меня с русиш брод с русским хлебом ассоциируется но какой-то там черный такой найдет как вот бородинский черный хлеб с каким-то там ароматом разных вот этих наших примесей там с тмином еще там чем-то да а вот один раз взял и попробовал купил думаю куплю посмотрю что это и так русиш брод вы наверное уже видите по рисунку который тут нарисован здесь от буквы здесь вот цифры здесь вот слова или она или ухо выложена этими буквами вы наверное понимаете что что-то здесь такое должно быть фирма которая выпускает называется доктор квент это был такой реальный человек реальный был доктор наверное не знаю каких он был доктор но так вот если имеешь степень докторскую то вот так вот везде пишут др . и фамилия этот вот здесь есть с одной стороны русиш брод написан состав что туда входит это белая мука карамельный сироп также присутствуют следы от овса сои молока мандаля и сезама а с другой стороны есть вот тоже русиш брод такая небольшая историческая правочка кто такой доктор квент это доктор который в 1845 году был санкт-петербурге я не знаю чем он там занимался но он из этого санкт-петербурга привез вот такой вот рецепт вот написано здесь буквы немецкими буквами написано буквы гиберден как букштабы на немецком это букштабы этот рецепт он привез санкт-петербурга и начал в дрездене сделал свою так сказать небольшую фирму и в дрездене начал выпускать такое печенье вот сейчас мы откроем верху написано 15 процентов большего содержания то есть 15 процентов добавлять как бы бесплатно но я думаю что это наверное такой маркетинг сейчас мы его откроем посмотрим вот я открыл эту пачечку нашу сверху и высыпал на блюдечко что находится там вот там находится вот такая вот буква о буква б цифры вот такое вот печенье называется но наверно русским хлебом только потому что его рецепт был привезен из царской россии то есть принципе детям наверное это интересно это все сладенькая можно выложить какое-нибудь слово из этих звук и потом скушать вот я сейчас попробую на вкус и постараюсь вам это все передать ну что сказать такое вот ощущение как мука с сиропом она наверное тут же есть составе мука и сироп вот оно такое вот хрустит только в рот положишь и она начинает просто как сахар таять но просто во рту растаяло сладкий вкус ничего такого особенного печенье как печенье not единственное что почему она так вот называется русишь брод я думаю что если еще тем более с молоком ли с чаем она вообще будет найти как проскальзывать даже и жевать ним надо сама растает и сама пройдет желудок ну вот такой вот русишь брод я не знаю как он распространен по германии принципе фирма небольшая написано гмбх это гизиша от мир большинка хавтом то есть на русский язык это переводится как о-о-о общество с ограниченной ответственности во всяком случае мы недалеко от дрездно поэтому у нас в этом магазине присутствует ну вот такое видео попробуйте если у вас будет возможность я не скажу что очень вкусная ну сладенькая кушается хорошо